Этот матч со стороны выглядел как странный матч. Это же ваше поражение, твое и Дима Егорова, а не тренера. Это просто был шок на глазах от того, что это случилось. Ты думаешь, это классно, типа, ты такой проиграл, пришел на следующий день на стол, и у тебя плюс мораль, и ты такой веселишься, шутки вкидываешь про то, какой ты лох. Пока что, конечно, я игроком КАЛ, у меня боёв впереди. Видишь, тебя еще в Амкале игроком? Викторович, пожалуйста, я хочу с дротами сыграть. Всем привет, это новый выпуск «Стола». У нас сегодня Фидос, мой личный MVP, четверть финалов, Некид, полуфиналист, Вася Маврин. Сидящий на трибуне. Да, сидящий на трибуне, но на МКС игрок. Ну да. Как минимум еще один матч у тебя точно есть. Это факт. И Райзен, вылетевший из турнира. Отлетевший. Да, я вижу, тебя это прям задевает. Ну это неприятно в любом случае. Ты думаешь, это классно, типа, ты такой проиграл, пришел на следующий день на стол, и у тебя плюс мораль, и ты такой веселишься, шутки вкидываешь про то, какой ты лох. Какой неприятный человек. Хорошо, что вылетел. А я напомню... Кстати, он так же факи показывал вчера. Да, и трибуне, кстати, вчера. Ну а ты, что они там пели бы. Прежде чем мы продолжим и узнаем, что они пели, напомню, что партнером выпуска является компания Фонбет с закрепленным комментариями. Ссылка на регистрацию. Две тысячи фрибетов каждому новому пользователю. Играйте, но не увлекайтесь. Продолжаем. Ну, мне кажется, начать надо с самого яркого эпизода, который вышел вчера просто за рамки медиафутбола, который был на рифмах и панчах, и просто, ну, во всех пабликах. Даже в паблике Лука Ябков он был. Даже в этом паблике. Встречаем! Сергей Шавюнов. Кстати, хотел позвать Шавюна, но он не захотел. Я себе уже сказал по поводу того, что в целом криминала нет. Во-первых, он сыграл лучше относительно всей команды. Во-вторых, он в этот самый момент, он реализовал очень круто. Понятно, что у него была именно злость какая-то, да? Скорее, не наамкал, а просто хотел вбить гвоздя такого, знаешь, уверенного. И кочка. Я думаю, что дело в кочке было. На жопу он меня посадил просто шикарно. То есть он меня унизительно посадил на жопу. Кто бы это вспомнит? Оборачиваясь, об этом, может, не вспомнить, но это многие увидели уже точно. Даже люди, которые не представляли, что в футболе бывают вот такие буллиты. И я, оборачиваясь туда, ну все, я думаю. Я просто стоял в этот момент за воротами, увидел лицо отчаянное, просто лицо Фидоса. Вот эти... Ну, видишь... Сразу по пизде. Нет, не так. Но это просто был шок на глазах от того, что это случилось. Ты знаешь, на самом деле, ну, довольно символично получилось, что, по сути же, Одинцова это домашняя поляна Броков. И перед этим матчем мы много говорили о том, что мне очень нравится этот стадион по атмосфере. По тому, как там набиваются трибуны на таких играх. Это шикарно. Вот реально. То, что там с другой стороны... Да, да, да. То есть, с другой стороны, вот эта площадка там катается для картинки телевизионной. Это супер. Но качество газона, да, ну там оно... Оно среднее. Сейчас, секунду. Оно среднее, но оно ниже, чем там на втором поле Москвича. И именно поэтому мы говорили, что мы, наверное, Амкал там не очень хочет играть на этом газоне. Хотелось что-то получше на матче четвертьфинала. Сложилось так, что мы там сыграли и символично, и забавно, что этот газон в итоге подвел команду, для которой это поле, оно домашнее. Ты тут, конечно, уже притянул слишком жестко. Ну, Федь, ну согласись, тут момент конкретно вот с промахом Шойнета, вот эта вот секундная потеря концентрации супер случайность. Конечно. Ну почему бы не найти какие-то... Ну понятно, да. Можно, конечно, найти, согласен. И что, конечно, удар за тот его уход, все вот это. Все, конечно, могло быть. Но при этом это момент показательный, то, что реально вот одна команда... Знаешь, я несколько повторов смотрел, там всяких вырезок из телеграммов. Амкал такие, вот все, он себя вводит. Все такие, блядь, упали духом. А там где-то есть кадры, где, ну, броки такие уже, ну, все, это очевидно, что, блядь, сейчас выйти в качу. Сами фифары. Да. И просто Амкал весь, знаешь, ну, взлетает вверх. А как будто масло-то прям потушило. Ты себе просто представь. Я такого в футболе не видел, хотя матчи насмотрелся. Я видел там всякие... Ради Ба, это сколько? Это сколько? Я чисто визуально, когда смотрел, я думал, он в воротах вообще. Типа, я думал, он зашел в ворота. И я такой стою и... Ну, что ты почувствовал, вот честно, вот в этом моменте? Я тебе скажу, ну, нет, я на самом деле вообще про жизнь подумал. И конкретно все на свой счет воспринимаю. У меня просто череда событий произошла, когда я там какие-то деньги большие недавно потерял и прочее. И я подумал, где я что-то в натуре не так сделал, и мне сразу какие-то мои не самые лучшие поступки, они вообще к медиафутболу не относятся, вспомнились. И я понял, Бог наказывает, он мне показывает, сука, что-то ты не то делаешь. Ну, за прошлый год ты имеешь в виду? Да нет, я не говорю про медиафутбол. Ну, очистился, так сказать, задаваться. Да, я думаю, что это такая история о чине. Он все про медиафутбол, у Димака, у него там жизни нет, у него там семья из десяти детей. Я говорю, с медиафутболом связано. А очиститься, это когда два матча Мкалу вдуешь, вот это полная очистка. Слушайте, ну там действительно такой момент, в которых, вот как Райзен говорит, что он такого не видел. Я не знаю, ну какие-то там промахи, примерно, ну такого же формата. Ну, вроде был какой-то такой промах. Ну, такой, не такой. Ой, да, ну, там бил, ему давали пас, и он в касание замыкал. Это сложнее, ты ведешь этот мяч. Ты заходишь с ним, братан, ты заходишь. Мне сначала показалось, что Серега решил его подсеять, ну, типа, сделать черпака. Сначала мне так показалось, потом, посмотрев повторы, я увидел, что он решил его с пыряги туда вбить. И, ну, не знаю, тут, конечно, знаешь, такая штука, что я видел момент, когда у нас же Прокоп, он не смотрит никогда ни пенки, ни выходы. Он отворачивается, и с ним рядом стоял Толя. Я это видел. Да, да, с ним рядом стоял Толя, и все, Толя расстроился, потом все счастливы. Прокоп поворачивается, он ничего не понимает. Толя смотрит на него, Толя понимает, что он ему сейчас быстро не объяснит, что произошло, потому что случилось что-то невероятное. И Толя бежит радоваться, а Прокоп такой остается, просто вот так вот, ничего не понимая. Это реально, ну, сумасшедший дом. Трайсон, два вопроса. Первое, ты сказал, что деньги потерял. Да. Что случилось? Да там долгое история. Нет, давай быстренько. Ну, там, либо я выкинул эти деньги, либо у меня просто их украл там. Ну, не буду наговаривать на человека, но, короче, течение обстоятельств. Ну, очень... Что значит выкинул? Ну, выкинул. А о какой сумме речь идет, если не секрет? Ну, пол ляма, лям. Больше, что ли? Так скажем, потерял крупную сумму денег, неприятно. Просто... Ну, крупная сумма, не крупная сумма, а скольки начинается? Твоя крупная. У меня бы, если бы я сто тысяч потерял, это крупная сумма. Не я, а вот, грубо говоря, уборщица, да. То есть она их либо выбросила, либо... Либо забрала, но наговаривать нельзя. А ты знаешь, как проверь? Ты оставь еще раз крупную сумму денег дома и позови ее убираться. Хорошо. Хорошо ведусь. Второй вопрос. Понятно, что все хотят поддержать Шиюна, но тут есть тема... Ну, вот, а как вы внутри команды это все решили? Потому что это все-таки, ну, он подвел. Слушай, ну, знаешь, мы были больше сконценированы на том, вот эта серия пенальти, ну, это булиталити, она, конечно, имеет вес, но меня другое расстроило больше. То, что нас реально возили в матч. Нас переехали по футбольному. Вот что самое плохое. Этот... Тут мы могли выиграть, могли проиграть. Меня конкретно уже взбесило то, как мы играли. У нас не было моментов. У соперников были моменты. Они забрали ту победу, на которую не наиграли. Если бы мы выиграли в этом матче, это, казалось бы, наоборот, то, что мы супер жестко отскочили. Это не то, что хочется вообще... Не то, что хочется видеть. То, как мы к этому подошли матчу. Я имею в виду с точки зрения там состава, укомплектованности его. Вот эти вещи меня расстроили. А как Шаюн там, то, что он не забил. Ну, бывает. Реально бывает. Я к этому так отнесся. Это не самый ключевый эпизод был. Потому что до этого он потащил коржа момент. То есть это такое, знаешь... По факту их пацаны все буллиты-то забили. Они от себя работу выполнили. А у нас там еще и Карабан не забил. Я не считаю, что тут конкретно Шаюн... Хотя можно сказать для кого-то, что он забил. Ну да, по сути, это не было первым незабитым буллитом. Это не было. Это уже... То, что может ударить по морали. Ну, нам кажется, что... Да, но если тут история, она же ломает команду. Да не ломает. Еще раз говорю, она может сломать. В этот момент Дим Шнякин сказал, что, как сказал он, что... Мне кажется, все, броуки заранее похоронены. То есть, все бывает. Вообще, матч действительно шел таким образом, что Амкао владел преимуществом и так далее. И когда в таких матчах команде удается выстоять, я говорю про вас, про Голуков, она обычно такие матчи, сука, потом вы... Ну, вот типа, раз удача была, а действительно удача была на вашей стороне, как минимум в моменте промаха Алишера, я не говорю про момент с Прокопом, тогда Зериков потащил, вопросов нет. Промах Алишера. А промах Алишера, это ну вот прям повезло. И обычно везет прямо до конца. И когда вы доставили, действительно, ну вот до этой буллитальти, то... Ну, как тебе буллиты насыпали? Это вообще тоже поразительно. Четыре подряд буллита, блин. А ты знаешь, я перед игрой, если честно, я, ну, типа, я вообще ненавижу выхода один на один. Вот во всех челленджах, везде. И я думал, что у меня больше шансов на пенках. Честно. Потому что, ну, как-то пенки, я хотел бы понимать, что с ними делать, потому что мы как-то больше тренировали даже матча. Разбор я подготовил, весь разбор сделал. Это вообще что-то невероятное. Это, мне кажется, самое эффективное действие человека с драфта. Это булл вообще молодец. Була шикарный чувак. Ну, я в целом не хотел форсить эту историю. Он сам уже рассказал. Еще впереди матча, да, на кубковой системе, по кубковой системе. Но раз это уже в других телеграм-каналах, булл разобрал бруков, посмотрел, как вы, ваши игроки, именно били пенальти и в матчах, и, видимо, в челленджах тоже каких-то. Я не знаю, были ли вот с профиками вашими челленджи. Вот. И он все это дело разобрал. И ни одной пенки не попалось. Но все ваши пацаны делали выходы в те же углы, куда и били пенки. То есть, вот первым, кто у вас выходил, кто забил мне... Черный. Наверное, черный, да. У него было написано, бьет вправо от вратаря. Второй корж бьет влево от вратаря. И я действовал на этих выходах так же, как действовал бы при пенальти. Була и при последнем, на четвертом, последнем выходе, который тоже был не забит, Була, я не знаю откуда, он мне сказал, стой до конца, типа. Он будет обыграть. Он сказал, ему не хватит ист, чтобы перекинуть. Вот, да, стой до конца, он будет уходить, типа, вправо от тебя. Это, ну, то есть, это действительно... Ну, красавчик, что можно сказать. Прямо наполовину кузнец этой победы вот в этой серии. Була, респект тебе огромнейший. Если кто-то не понял, это резервный вратарь Амкала. Да, это... Это единственный человек с драфта, который действительно в обойме полноценно. Ну, в смысле у нас Эдик Сарксян играет, он голевой отдал гол, забил, и в матч в целом правом играл тайм. Не-не, пацаны есть, которые в обойме, даже и в матч ТВ выходит этот тренек. Ну, светится больше всех Була, мне кажется... Потому что он покрасился. Да, именно поэтому. Он и выходил уже, между прочим, играл, и даже пропускал. Красавчик. Слушай, ну, проблема же, мне кажется, системная была еще до... Это же ваше поражение, твое и Дима Егорова, а не тренера. Ну, объективно, если взять, это ваша команда. И, по сути, ну, по каким-то причинам, там, моральная составляющая, либо расфокус вашего внимания позволил подойти к этому матчу абсолютно безлико. Да, я тебе так скажу. Любое поражение, которое есть, это наше поражение. Нет, у вас есть тренер. И у вас есть тренер, который... В том плане, что люди немножко отвлеклись от этого матча. Ну, Дима Егоров, там, у него свадьба, да, насколько я понимаю, была. Вот, он был занят этим. Райзен тоже немножко вот там с денежными вопросами, еще с чем-то. И фокус, то есть вот эти яйца, которые они держат, всех футболистов за эти яйца, и начинают поджали, подотпустили, похвалили, еще что-то. Я так понимаю, у Звездина нет такого влияния на команду, как у вас. И, соответственно, на выходе мы имеем то, что ваш расфокус привел, ну, к очень плохому матчу. Это был единственный ваш плохой матч на всем турнире. Нет, ну, Вась, если ты считаешь, что твоя экспертиза внутри тебе дает возможность... Я спрашиваю, я не... Ну, я как считаю, да, действительно, я считаю, что я второй раз на МФЛ, так сложились обстоятельства, пропустил предыгровую тренировку. Так и на все тренировки езжу. Ну, мне важно вообще смотреть на то, как люди тренируются, что они говорят, какая внутри атмосфера. Ну, у Димана действительно свадьба совпала, он уже об этом говорил, что, возможно, это не самый лучший тайминг. Ну, вы сами понимаете, такие мероприятия в жизни не могут переноситься, из-за... Мы бы иначе в Нижнем Новгороде играли бы с Амкалом, там бы и поле бы другое было, логично. Но вышло, как вышло. Здесь мы об этом, о всем думали. Как это можно минимизировать, там, вот эту вот историю с эмоциональной ямой. Мы это продумывали, там, какие-то тимбилдинги. Но ключевая история в том, что я понял, в работе с футболистами есть один суперважный аспект. Ты не можешь идти ни на какие компромиссные решения с ними. Например? Всегда есть сторона клуба, и она должна быть... Ну, я тебе объясню. Куда-то съездить дать, куда-то там перед матчем. Ты имеешь в виду историю с Мушвигом и ЛФМ? Да, с Мушвиг просто, типа, ну, с Мушвигом эта история была проговорена, он сам взял, нарушил. По ходу сезона, там, какие-то эпизоды, куда-то кому-то поехать, что-то там, какие-то, знаешь, поблажки давать. Все это не работает. Игроки должны получать дивиденды только за проделанный результат. Я говорю не про матчи, а про титулы. Титул должен оплачиваться, а не серия из матчей, которая может рассыпаться в одно мгновение. Так у вас же так и было, нет? Ну, я тебе говорю про внутреннюю кухню. Я же не буду все эпизоды. Нет, потому что все знают, что у вас премок не было за матчи, и вы договорились, что премки только если вы ходите в полфон. Я тебе говорю про послабления какие-то в плане дисциплины. Кому-то что-то разрешить. Кому-то там отъехать, кому-то приехать, кому-то квартира не нравится, мы еще игрокам там квартиры снимаем. Кому-то здесь дать, кому-то там дать. Это все типа история, которая по итогу заканчивается расфокусом, блин. Люди должны четко знать, что они здесь как такие, знаешь, в некотором плане роботы. У них есть задача, они должны приходить и не думать ни о чем другом. Короче, еще более профессионально, чтобы все было. Да. В этом посыл рай. Куда дальше-то? Ну, куда? Сюда. Ну, это уже и так, ну, это вторая лига. Ну, давай сейчас пообсуждаем, что из себя представляет медийный футбол здесь. Ты вчера что наблюдал? 11 медиафутболистов против 11 медиафутболистов. Ты понимаешь, Сева, то, что сейчас люди ФНЛ игроков ищут, ФНЛ, и они в состоянии их забрать себе в команду. Ну, так вы же тоже в свое время были инициаторами. Если бы в свое время вы бы в том числе не набирали людей профиков, так же, как и Дроты сделали в свое время. Так же, как и Амкал. Амкал было заложниками, потому что Амкал не участвовал в втором сезоне. Вам круто играть на МКСе, когда у вас там обоим у футболистов, и вы ебете там на половину блогеров, на половину футбиков, и ты всех водишь. Вот тебе тогда интересно играть. Мы с Картавой общались по этому поводу некий, по поводу того, что школы. Я ему объяснил, он говорит, я думал, у тебя там школа какая-то московская. Я же говорю, я любительский футболист. Вы слишком переоцениваете. А Кутуз не любительский футболист тогда? Кутуз полупрофессиональный футболист. Он играл на КФК. Хорошо, я не понимаю, ты мне это в претензию предъявляешь. Я тебе говорю, я это сделал осознанно, мне это нравится. Мне такой вектор футбола нравится. Вот, в этом же я говорю, что, да, тогда Федя говорит, тогда еще более профессионально. Ну, конечно, это окей. Здесь главное, в этом всем, Федь, главное, вот, мне кажется, главный пойнт в том, что люди, у которых есть эти команды, как раз они зарабатывают деньги с медиафутбола и честным путем вкладывают эти деньги в свой продукт. А если придет, например, какая-то компания, у которой государственный бюджет и начинает строить свои медиакоманды, вот тогда медиафутбол, возможно, будет пиздец. Мужики, я, это самое, я не сказал, что это, я не сказал, что я там против этого или что, я просто расшифровал слова Райзена. Я расшифровал слова Райзена, я не говорю, что, и я знаю, что ему нравится такой посыл. Я, типа, он просто долго говорил, я так подвел под итог, и вдруг вы меня начали переубеждать. Я знаю, что здесь все в этом направлении движется. А можно подождите? А как, вот, по ощущениям, когда идут профутболисты, ну, там, второй, сейчас первой лиги по силе, да, и, грубо говоря, человек, который чисто контент-мейкер. Ну, по сути, Федю назвать профессиональным футболистом или человека, которого бы сейчас взяли во вторую лигу, ну, тяжеловато. Да нет, ну, просто нельзя. Ну, объективно. Но объективно. Наверняка, конечно. И как вот вообще по ощущениям, вот ты набираешь фулл стак, у тебя там очень хорошие футболисты, которые, там, можно считать профессионалами, и, по сути, Федя руинит все. Нормально это может. Я Федю за футболиста считаю, у него есть школа. Я не считаю, что это просто совсем блогер. Он действительно, да, наверное, это не человек, который профессионально играл, но у меня какой-то недооценки глобальной нет. Я знаю, что он может пустить, как от дружины, может напривозить. Но, знаешь, ты только скажи, блин, команде, что там на воротах булка, и гарантированно знаешь, что ты мячу, во-первых, не забьешь, и он еще и будет играть лучше. Не булка, только булла. Да, булла. Он не в воротах была помогал. Здесь как бы нет такого... Давайте с этим просто вот моментом разберемся. Во-первых, напривозить все-таки, наверное, может плюс-минус любой вратарь. И такое бывает, и мы это видим и там в РПЛ, и в АПЛ, и где угодно. Я согласен, у меня процент того, что я могу привести, он больше и выше. Не правда, обманываешь сейчас. Мне так кажется. Я статистику знаю. Не изучал. Ты, возможно, знаешь лучше. Знаешь, почему? Я тебе просто перебью. Вот сейчас в контексте этого. Прошлый матч с дротами, когда мы играли, мы с Викторовичем думали о том, кого ставить в ворота. Это матч 1-4 финала 2-го сезона МФЛ. Да, 4-3, где проиграли. И мы спросили, там была череда тоже вот таких вот моментов, когда кто-то где-то отвлекся, там Спиряков не был на одной тренировке, потом у него предыгровая соскочила, что-то с перчатками там было, он уехал. И когда мы спрашивали, кого ставить в ворота, он выбрал Саню Моменко. Хотя статистика у Феди, сухих матчей, сухих минут, она одна из лучших в лиге. Вот, поэтому Федя, когда говорит о том, что он там мая, у него статистика. Но он же на тот момент, да, про этот сезон у Федя. И про этот сезон в том числе. Я просто часто там слышу о том, что кто-то говорит, вот Федос без школы, вот Федос там. А другие говорят, да не говорите, что он без школы. Я бы на самом деле, так как это довольно популярное шоу, просто кратко бы совсем рассказал. У меня есть футбольная школа, я ее прошел от и до. У меня была типа там футбольная школа с Дюшор Зенит в Питере, в которой я занимался 6 лет. Заканчивал я школу питерского локомотива. То есть у меня есть, меня учили играть в футбол. Другое дело, что я действительно в 18 лет, в 17 прекратил играть в футбол после детского юношеского уровня. Дальше я играл в футбол в основном только там в каких-то ЛФЛах и питерских турнирах. Все, я действительно профессионально нигде не играл. То есть школа у меня есть, но профбэкграунда даже там уровня КФК никогда никакого не было. Ну Фидос это скорее исключение. Ну Фидос и попал, то есть тоже в структуру, в которой, понимаешь, Фидос условно человек, который мог бы просто находиться в команде, там условно за формой не следить, приходить там прыгать там два раза, блин, за тренировку по углам и дальше ничего не делать. Фидосу нравится эта история, ему хочется тренироваться. Я знаю, что он себе форму там приводил к каким-то сезонам. Поэтому он попал в профессиональную структуру, из которой получил для себя типа дивиденды в виде хорошей игры, он неплохо играет. Слушай, ну а нельзя вставить в пример Фидоса всем? Вот ты, допустим, говоришь, у вас поступление или еще что-то. Ты говоришь, вот человеку надо самому, а вам-то что не надо, вы хотите... Проблема, я говорю, заключается в том, что все у нас хотят из медиафутбола попасть в профутбол. На словах. Но на действиях никто ничего не делать не хочет. Тебе не кажется так? Профутбол это другая история, что попасть в профутбол, человек, который реально должен и заслуживает место в профутболе, он там будет. Он не будет в медиафутболе, это все иллюзия. Сюда попадают только люди, которым чего-то где-то не хватило. Да, есть течение обстоятельств в виде агентов и прочее. Но если ты Пеняев, ноль вероятность того, что ты не будешь играть в профессиональной команде. Есть четкая градация профессионального футболиста, который может держать РПЛ уровень и не может держать. Это как я вижу. Не знаю, насколько я в этом понимаю, но для меня это очевидно. Но профессиональные футболисты это не только уровень РПЛ. Но я имею в виду, да, я говорю про уровень РПЛ. Для меня все остальные, ФНЛ и вторая лига, это уже уровень медиафутбола. Ну, на самом деле. Ну ладно, я не говорю про верхушку, но какие-то футболисты есть. Даже уровень второй лиги, он чувствуется прямо вот когда, не знаю, по Амкалу даже. Когда из второй лиги приходят футболисты, и видно, насколько они такие более робототизи... Робототизи... Короче, больше роботы. Вот, они прямо бегут до конца везде. Насколько они более, скажем так, профессиональны. Это прямо чувствуется. Потому что они привыкли зарабатывать этим деньгами. Именно зарабатывать профессионально. А у нас система сейчас в лиге такая, что люди сидят и ждут. Райзан, некий, когда вы нам деньги переведете? Когда там зарплата моя? Я же тренируюсь, я же хожу. Да не все, я не скажу такое. Но есть часть людей именно с точки зрения такого. А люди, которые действительно знают, что во второй лиге там 40 тысяч рублей у них зарплата, и у него семья и ребенок, естественно, они будут выжигать за этот кусок хлеба и за этот кусок внимания. Ну, слушай, я тебе скажу, что у меня нет вопросов по какой-то самоотдаче, потому что концентрацию потеряли и есть. Но простую команду я не могу сказать, что она там, знаешь, только зэпки хочет. Они тоже вовлечены в это нехило. Они это сопереживают вместе со мной. Тут просто конкретно не хватило именно профессионализма, подхода к делу, потому что в итоге из этого все складывается. Где-то ты себе немножко послабление дал в тренировочном процессе, куда-то не сходил, лишнее там не сделал, разминку и прочее. Вот оно на дистанции дало. И как настраиваться к матчу, тоже сказалось. Ну, подожди, у вас же по сути было три разные команды в трех сезонах. Да, это лучшее. А итог один. Нормальный итог. Объясни. Ты понимаешь, что дело в том, как ты к этому движешься, что у тебя происходит внутри команды. Мы структурно меняемся. Нам сейчас нужно конкретно уже окончательно перестроиться по то, чтобы там философия звездина, хачатуряна работала. Ты сказал, что у тебя вопросы, хачатуряна. Есть, конечно, по поводу игроков, но не донес он нам, не привез он нам тех игроков, которые должны были на краях обороны. А у вас, подожди, премки вы также не платите людям? Ну, у нас зарплаты высокие. У нас фикс зарплаты высокие. Ну, ты же понимаешь, премиальный, я всегда говорил, премиальный, это такой маленький бонус к тому, что ты можешь иметь какую-то зарплату. Но вот конкретно в этом матче все знали, что будут премки. Потому что мы говорили, за выход в полуфинал, вне зависимости, амкал или не амкал, люди бы получили бы, ну, я тебе так скажу, некоторые бы большие зарплаты, а некоторые там 50% зарплаты. Мы миллион рублей на команду за один матч давали. Ну, смотри, как это работает система. Вот есть, допустим, какая-нибудь там Англия, да, и у них есть что-то фиксированное, но что-то есть там, какие-то бонусы от лиги, от этого, от этого, от этого. И эти бонусы в целом решают. Ребята, это вроде кажется мелочь, я по поводу психологии и на спорте, хоть что-то я где-то рулил, когда вы говорите, ребята знают, что у них там 100 тысяч рублей, грубо говоря, большая зарплата, ну, образно, она всегда будет. Выигрываешь ты, не выигрываешь. Так а смысл выигрывать тогда, если те же самые 100 тысяч будут? Слушай, если мы эту концепцию приняли, надо ей придерживаться. Так нет, подожди, Вася, они же до матча четвертьфинала дошли, очень уверенно. У них было, да, вначале были какие-то, ну, чуть-чуть оступились, они дошли до этого четвертьфинала. И в матче, когда им как раз были обещаны премки, они его провели плохо. Получается, здесь разбивается твоя теория. Да нет, 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 это не так. Люди, это же накопительный эффект имеет. Вот у тебя есть, ты такой, начинаешь, там, есть зарплата, и ты такой, ну, окей, зарплата, потом, окей, зарплата, окей, зарплата. Это комом накапливается, это лишь финальная часть. Ну, да, конечно, здесь за эти, действительно, большие премки были. Нет, это так не работает. Не знаю. Разово не работает. Должно быть, люди должны получать какие-то бонусы, маленькие, но регулярно. Они, вот они выиграли, тысячу рублей эту бонусную, но они ее заработали. Да я не знаю. Мне кажется, именно, если этот матч брать, то чисто Амкал более за счет истории, за счет, не знаю, коллектива, всего, был готов к тому, что вот это сейчас матч, где мы можем все потерять, и мы будем за это биться. То, что мы можем все потерять, мы будем x2, x3 стараться. И это их мотивировало. А Броков, наоборот, это чуть-чуть осадило. То, что они понимают, блядь, вот у нас весь сезон идеальный, почти, мы все хорошо идем, и на них это все давило. То, что они понимают, блин, вот сейчас вот мы можем проиграть, и весь сезон просто вот так вот у нас уйдет из-под ног. А тебе не кажется, что просто люди, которые не знают этой истории, ну, по сути, сколько человек осталось с прошлого сезона? Ну, я говорю, у них менее опытные. Нет, нет, я к тому, что люди, которые, они не понимают значение вот этого дерби, которое есть у Амкала сейчас. Ну, это нет, я тебе скажу, все даже игроки, все игроки, которые приходят, все, которые... Я видел одну команду, извини, перебью тебя, которая хотела выиграть этот матч. Да, я не спорю по поводу того, что они лучше настроились. Ну, все ребята, которые приходят, понимают, что это за противостояние, они все медиафутбол смотрели. Те же там Жекичи, не Жекичи, это ребята, которые знают, что там за война у нас была до этого. Нормально это, они были, они хотели, у них было желание. Здесь момент концентрации, этому нужно учиться. Это нужно понимать, как у тебя внутри команды эмоциональный подъем, когда он происходит, когда эмоциональный спад. Мы это мучимся, блядь. Я был удивлен, на самом деле, что... То есть, я был приятно удивлен тому, как Амкал смотрелся в первом тайме. И мы очень заряжали друг друга в перерыве на то, что сейчас выйдут совершенно другие броки на второй тайм. Мы были уверены, что в перерыве там и Димон, и ты, и Звездин прямо, ну, вставите как следует. Так, что команда выйдет и побежит, и мы помнили о том, что... Мы об этом помнили. И, в принципе, во втором тайме, вот это тоже для меня было удивительно, что не изменилось ничего. Да нет, они вышли и перестроились в 5-3-5-2 стали играть. Я говорю даже, смотри, я говорю, смотрите, даже может быть не про тактические все вот эти истории, а про то, что вот про какое-то эмоциональное желание, да, желание эмоциональное. А его тоже не было, как будто бы ниоткуда было взять ресурсы, а потому что... Звездин хороший тактик, ну, хорошо там видит футбол, разбирается наверняка, но как мотиватор... Но не энергетик. Вот в нем как будто вот нету, когда надо именно поднажать чуть-чуть, но опять-таки, может, он молодой, как мне кажется, это все может прийти. Звездин остается? Да, остается. Не, я бы не сказал, на самом деле Звездин может дать. Просто где-то, возможно, во мне, типа, эмоций не хватило на этот момент. Тебе чуть-чуть поднажать надо было? Ну, знаешь, я иногда не знаю, что сказать футболисту. Откровенно скажу. Мне иногда хочется сказать, типа, когда я играл в Контру, я понимаю, это может произойти смешно, но мы тоже играли там какие-то лиги и прочее. И вот когда у тебя что-то не получается, типа, вы ставите паузу и говорите, слышите, мудаки, бля, если мы сейчас эту игру проиграем, мы будем самыми конченными людьми на планете Земля. И там все рты закрывали и, типа, слушали капитана, там такие моменты. Хотя мы сидели дома за компьютером, но для уровня агрессии, который у нас был к сопернику и концентрация предельная, которая после этого появлялась, она нам позволяла, типа, мертвые игры выигрывать. И я знаю это чувство. А здесь футболисты. Не знаю, насколько им, допустим, будет уместно, если я им буду говорить таким тоном. Потому что я тогда никаких хороших вещей не скажу. Я могу кого-то сильно задеть. Или, допустим, я могу очень радикальные вещи сказать, не дай бог, которые попадут на камеру. Зачем это нужно? Поэтому я здесь себя контролирую. Возможно, я найду какой-то другой способ выражения этих эмоций. Мы тут чуть-чуть затронули тему «Зенита». Давайте уже отходить от именно разбора матча. Ну как чуть-чуть затронули? Ты ее затронул, никто не поддержал. И ты считаешь, что мы ее затронули. И сейчас сроку еще продолжать. Да, она случайно просочилась. Но мне кажется, это важная тема. Потому что в игру заходит большой клуб. Как раз, ну, не с гос, а с корпорацией. Я уже сказал, если это бюджет, который идет не из медиафутбол, мне кажется, вот это как раз не профики, ничего не основного. Здесь в любом случае ребята, броуки делают контент, собирают команду, им платят их БК. Честно заработанные деньги за счет контента, за счет болельщиков, и все такое. Если какая-то компания просто извне приходит, но уже можно сказать, что «Титан» что-то из этого рода. У них есть футбольная история. Ну да, но у них все равно есть футбольная история, но все равно есть завод, который дает деньги, как бы, наверное, больше, чем они бы могли зарабатывать, будучи на своем контенте. А так, если придет... А чем отличается Фонбет, компания от, допустим, «Газпрома»? Тем, что Фонбет платит эти деньги за счет... Смотри, когда-то мы зарабатывали на рекламе на «Тудроц» 5 тысяч, когда-то мы рекламировали монеты, и все это возросло за счет контента, за счет живых болельщиков, к тем бюджетам, которые сейчас приходят, которые вливаются в команду. А «Газпром», ну, как бы, они просто... Просто решили зайти на хайпе. Типа, если... Значит, нам платят за конверсию, а там просто тебе дают и говорят тебе задачи от бюджета. Нет, слушай, а если вот сравнить с «Десяткой», например? У «Десятки» же тоже безграничный, по сути, бюджет. Почему? Им же... Ну, подожди, понятно. Да, но у них есть бэкграунд, который был до этого, который они построили в другой сфере. И вот они попробовали зайти в футбол, и... У «Десятки», у них есть бэкграунд, который они построили в другой сфере. Но им дает деньги букмекер. Это, как бы, не фирма, которая за счет газа... Подожди, «Десятки», а «Десятки» тоже... С чего вы знаете, с чего вы решили, что это «Газпром» дает? А «Камеди Продакшн», подожди, кто спонсирует? Ну... Окей, да, «Газпром». Нет, ну а с чего вы решили, что это конкретно, допустим, «Газпром» дает? У них, допустим, может с БК быть соглашение, и в этом соглашении пункт о том, что команда должна сделать медиакоманду. Ну, то есть у «Медиум Квалити» явно есть деньги от «Газпром Медиа», а у «Зенита» явно есть деньги от их букмекерского спонсора. Тут, как бы, это очень похоже. Ну, естественно, «Медиум Квалити» вообще вкладывают зарплаты во все это. Ну, я думаю, какие? Ну, для них это имиджевая история. Они создают имиджевую историю. Ну, а мне кажется, они получают от винов, с винов, и они это все вкладывают. Мне не кажется, что они из своего кармана, но, может, я ошибаюсь. Нет, сам факт в том, что мы говорим о том, что пугает то, что «Зенит» может зайти с большими бабками, но они и так большие бабки есть. Куда уж больше людей, откуда? Ну, вот выше куда уже? С первой лиги, вот, допустим, есть в «Селтике» вчера играл, есть игрок, который играл за команду первой лиги. И он говорит, блин, сейчас, пока он свободный агент. Вот, я говорю, ну, наверное, в «Медиалигу». Он говорит, я не хочу, я хочу еще поиграть профессионально. Все, кто хотят профессионально играть, все равно туда пойдут. Но все равно есть определенный некий, ну, я так примерно представляю средний рынок зарплат, я понимаю, у кого больше, у кого меньше. И, например, тоже там «Ситан» появился, бамс, новую грань раздули. Сейчас придет «Медиа-Зенит» и там скажут, вот, «Прокоп». Смотри, когда появился «Титан», все знают, там, все слышали, как минимум, про зарплаты, которые платят «Титан» в «Титане». Это условно у лидеров «Х3» относительно тех зарплат, которые они получали в своих командах. Ну, я слышал про такие, да, деньги. И что, например, на мою зарплату это никак не повлияло. Насколько я знаю, что у вас, насколько я слышал, тоже на этом фоне зарплаты не сильно выросли. Они там, может быть, проиндексировались, но не на этом фоне, а просто потому, что прошло время. И в целом средние зарплаты остались плюс-минус такими же. Да, люди там ушли в эти команды, но просто на дистанции мы что увидели? Что это пшик оказался. Да, ну, то есть мы не за, чтобы профессиональные команды создавали свои медиа-команды и заходили. Я не за, смотри, я так скажу. Не за, не против, пока непонятно. Просто на цветах. Есть история Рубина, которая показала, да, что это был просто плохой опыт. Просто плохой опыт. Если найдется в «Зените» человек, конкретно мы говорим сейчас про «Зенит», который будет этим, скажем так, болеть. Идеолог. Идеолог. Вот условно, почему заходит в стол? Потому что Сева за него, прямо, знаешь, так, он старается, чтобы здесь все получалось. Он продюсирует гостей, он постоянно придумывает. А не делает это на отъебись. Вот это, ну, в любом деле так. В любом деле так. Сегодня нормальный состав. И если найдется в «Зените» человек, который действительно будет делать качественно и круто, то, ну, это здорово. Это нормально. Это в целом может поднять... Тихо. Это в целом может поднять средний уровень. А окружает, ну, как бы, понимаешь, когда... Комьюнити расширится, в общем. В условиях здоровой конкуренции остальные тоже растут. Просто, знаешь, эта история в том, что мы, по сути... Разве это здоровая конкуренция? Вот про это же речь идет. Тут согласен. Мы, по сути, все равно из медиафутбола смогли просто построить свой домик. Ну, реально, каждый смог. А здесь приходит большая корпорация, и эти корпорации могут приходить на дистанции, ты с ними не сможешь конкурировать. Хоть убей. Там другой уровень админресурса, там другой уровень, в принципе, типа бюджетов. Ты говоришь сейчас про профессиональное, подожди, если мы говорим. Непонятно, кто... Вот Рубин же, вот тебя Рубин каким-то образом задел. Ну, тут история в том, мы же не знаем даже, какой бюджет выделен под... Да, если что, я очень серьезный делик. Нет, это вопрос не Бюджета, в Рубине, это вопрос Матрея. Нет, смотри, тебе, по сути, что нужно фронтмена? Вот они берут, приходят в Зенит, они видят, кто там в Питере был. Прокоп. Прокоп, Федос, Фарзиар, Гасилин, Флана. Все, все. Кузу можно еще позвать. Играл Динамо из ФРА. Друзья, смотрите, я, во-первых... Они Питеры. Я долгое время был. Ну, я в чем плохого? Я почти уверен, я почти уверен, что бюджет... Я не знаю бюджетов, но вот я почти уверен, что бюджет вот этой зенитской команды, не выше, чем бюджет Тудротсон, например. Насколько я знаю, он точно сопоставим, если не выше. Он очень близок. Тудротсон, я вот... Но только пацанам надо еще, ну, как я понимаю, больше тратить на какие-то вещи. Во-вторых, во-вторых, смотрите, друзья, я бы сравнивал это, ну, не с Рубином это надо сравнивать. У меня все равно в голове здесь параллель с Десяткой, в первую очередь, потому что Десятка заходила с Большим бюджетом, и Десятка делает... Делала, и делает сейчас большой качественный контент. Ты не понимаешь, что там большой бюджет, ты не понимаешь, что там не такая история была. Десятка заходила не с бюджетом, Десятка с ресурсом заходила. Те, кто... Ты не можешь этих вообще людей, которые... Я так понимаю, самим ведущим лицам этой команды, им тоже большие зарплаты как бы платятся. Те, кто против Зенита... И так скорее они получат большой чек, нежели... Нет, мне еще... Те, кто против Зенита, вот этого, чего вы боитесь? Подожди, Федос, вот в этой истории с Десяткой, как раз есть сразу были те идеологи в лице там Азамата, ну, который реально этим болел, и продолжает гореть этой историей. В Зените мы не видим никого, мы видим только генерального директора Зенита, который объявляет о создании... Я еще раз говорю, я типа не хочу выглядеть адвокатом, потому что я только из Питера и так далее. Эта команда только объявила о том, что он будет существовать, а ты уже хочешь... Подавай нам идеолога, подавай нам тут, дай время. Потому что есть некий, ну, бэкграунд у клуба. Так, и что? Те что называют? Меня смущает по профессиональному футболу, как они себя ведут в РПЛ. Ну, классно ведут, что-то... Мне не нравится, как они себя ведут. Ну, у Зенита была отличная раньше. Тут не получится всех купить, понял? И чтобы тут у тебя работала, тоже немножко другая история. Так вопрос же не кого-то выкупить. Ну, вот, допустим, кто-то переходит куда-то. Вопрос в том, что есть какие-то столпы, да, которые в любом случае остаются системными. Я имею в виду команды, которые в медиалиге существуют, делают контент, независимо от того, пришел Титан, пришла Десятка, пришла еще какая-то команда. Есть эти команды. И в эти команды люди идут не только за больших бабок. Мне больше нравится история, когда появляются Райзен и Егоров, хотят сделать свою команду и начинают вот на каком-то таком, вот так вот это все строить. А когда просто появляются... Ну, ты посмотри на человека. Вот, посмотри, за два года, вот, на седую голову, ровно два года прошло. Как он говорит, все равно, что это все ненавидит, все равно он часть этой дежухи кайфует. Логично, это моя работа, что-то, я ценю то, что у меня есть. Извини, я зарабатываю нормальные деньги, это нормально. Когда, естественно, скажем так, вот это вот, птенчик сам вылупляется и растет у нас на глазах, да, вот мы видим. Это всегда более красивая такая история, классная. Конечно, когда приходит вот этот вот огромный чувак с мешком бабла, вываливает и говорит, я буду здесь что-то строить. Конечно, это история, которая нравится всем, окружающим, зрителям, она нравится меньше. Но, по сути, мы с ней ничего не можем поделать. Это во-первых. Да, нам еще и повезло, что время поменялось немножко. Мы ничего с ней не можем поделать, поэтому... Почему? А что ты можешь с ней поделать? Расскажи, сейчас. Ну, например, ну, не знаю, мы можем там... Создать свою лигу. Я, Герман, пацаны, еще найти, может быть, есть команды, которые будут против и сказать, мы против. А ты против? Я же говорю, я пока не знаю, как это будет выглядеть. Но я думаю, чтобы государственный бюджет входил в медийную лигу, потому что я считаю, что главная фишка тут, как команда и ребята, которые президенты команд зарабатывают эти деньги, как они вкладывают. Ну, реальный рынок. То есть это то, реально, за что я люблю медиафутбол по сравнению с РПЛ. За то, что тут команды реально тратят столько, сколько они могут заработать. Да неправда это же. Ну, почти все. Ну, как? Ну, посмотри, вот... Вот как мы можем потратить больше, чем ты заработаешь, скажи. Вот, ну, у тебя есть свои личные контракты. Вы деньги свои личные вкладывали когда-то в команду? Ну, у нас так. Я знаю, что Герман несколько раз там кредитными картами расплачивался, своими деньгами, чтобы поддержать проект Анкал. Сев, вот ты, как человек, пришедший в медийку из большого футбола, скажи, приезд Халка и Витцеля улучшили российский футбол или ухудшили? На момент, да. Глобально вообще нет. Но они популяризировали его так, смотри, Сев, они его популяризировали так, что потом начали из этого чемпионата русских футболистов, в том числе, рассматривать в Европу. Никто не уехал. Никто не уехал. Мне кажется, это вообще не странное сравнение. Мне кажется, это самое главное. Максимально прямое сравнение. Тут другой вопрос. Вот представьте, у тебя, короче, маленькая такая ферма, и ты там выращиваешь птенчиков. Все у тебя хорошо, ты живешь там, птенчики выращиваешь. А потом приходит огромный конгломерат, блин, фермерских угодий, просто тебя скупает, блин, не дает тебе. Либо твой рынок создает в такие, тебе ставят рамки, что ты просто никуда не продавать не можешь, ничего. Здесь история в том, что ты, понимаешь, приходят силы более могущественные. Вот тут страх. Это неизбежный. Звучит хорошо, да. Это неизбежный же момент, нет? Ну, в какой-то момент, это как селфейлом, когда оно было, никому не надо, потом оно раскрутилось, и там российский футбольный союз, там, или хотели забрать под свою структуру. Да еще и сейчас время, мне нравится, что время хотя бы адекватное. Никто не придет, тебе по беспределу не скажет, все, типа, мы ваше детище заберем. Сейчас хотя бы в итоге играть в медийный «Спартак», против медийного «Динамо», против, блядь, медийный, там, не знаю, «Краснодар», и вот они просто будут, и еще будет, там, предположим, «Амкаут» у «Дроцброуки». Мне кажется, наше болото, вот это вот, грубо, болото в хорошем смысле этого слова, оно достаточно, ну, у нас есть свое лицо, и если люди просто зайдут там с большими деньгами, не вложив в эту душу, то они здесь не задержатся, они здесь никому не понравятся. Не получат того, что они хотят. А если они войдут в это метод? Так, в смысле, они хотят, они видят то, что, о, медиафутбол это популярно, о, нифига себе, «Броуки», «Амкаут» 120 тысяч смотрят, бля, а у нас в Питере вот есть болельщики, а они болеют за «Амкаут» и «Броуков», «Дроц». Надо, чтобы они за нас болели. А что для этого надо? Нет, ну это неплохо. Надо посадить на зарплату «Прокопа», «Фидоса». Ну, ты думаешь, действительно так это будет работать? Вот такие, разве приемы, они разве что-то изменят? Да ничего они не изменят. А ты придешь? Ну, конечно. Они ничего не изменят. Они ничего не изменят. Они ничего не изменят, друзья. Они могут больше мабок выгрувлить, это тоже может вырасти, понимаешь, из-за этого рынок. Если они качественные команды сделают. Ну, и почему в РПЛ тогда почти все клубы в минус, если они могут в эту игру больше мабок? Ну, на самом деле, некими фактами говорить. Здесь мы, понимаешь, в чем наш главный плюс. Мы реально не можем потратить больше, чем мы заработали. Мы не можем там какие-то схемы провернуть. У нас все честно. Мы дали просмотр, получили деньги. И мы за это боремся. Мы должны быть эффективными, или мы сдохнем просто. В этом реально кайф медиафутбола. Это заставляет футболистов... И тебя, как президента, типа, постоянно что-то делать. Условно, в РПЛ твоя зарплата, ты футболист, твоя зарплата не аргументирована чаще всего твоей игрой и твоей медийности. Ты сейчас прям как про Броков говоришь. А в медиафутболе... Про команду. Это тоже самое сейчас, коллевиация. Ты можешь зарабатывать только, если ты либо очень хороший футболист, либо если ты интересен публике. Да. В РПЛ так не работает. И вот этим плохо РПЛ. И все то, что, мне кажется, может Зенит принести, это только плохое. То, что они делают в РПЛ. Они убивают РПЛ. В том числе и они. И они одна из главных проблем РПЛ. Ого, ты жесткий. Смотрите, мужики, здесь может сложиться впечатление, что я такой, да, это круто, это охеренно. Я просто хочу дать этой истории как минимум шанс. Мы вообще, мы не знаем никаких пока вводных. Ты правда ждешь, что уже вот за неделю, за неделю. Подожди, я просто точно знаю, что на эту, ну просто ради примера, тренер, известный футболист Зенита, не пошел работать в профессиональный клуб, чтобы пойти вот туда работать. Там реально большой бюджет будет. Там где-то 120 миллионов. Я знаю, что они разговаривали со многими игроками Амкала. Ты уйдешь туда? Ну они уйдут, понятно. Ну тебе дают миллион, блядь, если что, такую патчу. Стоп, просто там такие деньги. Слушай, ну, Некит, Некит, как там надо отвечать на эти вопросы? Слушай, ответь за меня, пожалуйста. Нет, будем разговаривать, проведем переговоры, а там все возможно. Пока что, конечно, я игрок Амкала, у меня боев впереди. И в тизер, и в тизер, и все проявляется, я игрок Амкала. Да нет, но они перейдут. Я уверен, я не знаю, он, но те, с кем разговаривать, они перейдут. Типа Прокоп? Потому что я объясню, они, наверное, скорее всего разговаривают, типа они с людьми, которые там условно, ну может быть, ну нет, Прокоп тоже. Да их, вы что, вы издеваетесь? Тебе скажут, братишка, у тебя падает полторы единицы в месяц. И у тебя еще там с БК там какой-нибудь этот, и это другой уровень связей. Ты должен идиотом быть, чтобы от этого отказаться. А, подожди, если, вот ты Прокопа привел, хорошо. Нужно быть идиотом, чтобы отказаться от европейского клуба профессионального, который может в Еврокубках участвовать, тренер, который иностранец, где ты себя проявляешь как молодой футбик. В то время, когда еще никто не уезжает за границу, с зарплатой x3, x4, наверное, я не знаю. И при этом ты можешь, как это работает? Так тут история, что он давление не выдержал, здесь совсем другая история. А кто сказал, что там его давление не испугает? В Вамкале тоже на него давление не располагает? Ну ладно, игроки второго шлоуна, подожди, допустим, Форзяр, который сидит тут на банке в Вамкале, условно. Ну понятно, что там роль Форзяра в Вамкале, она все равно отходит на второй план, там сейчас новые лица и прочее. Это нормально то, что там смена поколений происходит. Но вот ему сейчас скажут, дружище, у нас амбициозный проект, ты можешь быть его фронтменом. Ты из Питера. У тебя с этим связана история, ты можешь сам вести клуб. Почему ему нелогично поехать в этот «Зенит»? Каким образом он будет фронтменом? Ты же понимаешь, сейчас все фронтмены, это люди, которые играют на поле. Нет. А кто нет? Ну вот разница с Егоровым, почему они играют? Нет. Нет, ну они играют, нет. Ну это президенты клубов. Так, ну таким же вы президентом клубов. Ты думаешь, что Форзяр готов стать президентом футбольного клуба? Форзяр? Да запросто. С его бэкграунда в медиафутболе, конечно, его каждый знает абсолютно. Типа он, как медийная единица, супервес имеет, как футболист нет. Нет, подожди, ты же говоришь о том, что ты президент, это не только светит лицом. Ты же понимаешь, что это большой фронт работы. Я тебе говорю, я Форзяра знаю, Форзяр готов будет, я более чем уверен. Его, наоборот, это воодушевит. Вот Форзиусу пора переходить на другую стадию. Я не знаю, есть переговор, я по личному ощущению. Потому что стримы и прочие приколы, это нормальная история, но я знаю, как Форзяр, ну, относится к этому, ко всему. Ты никогда себя не будешь, типа, серьезным человеком воспринимать, в долгую, там, работая на таких профессиях, если ты будешь, если там, тебе за 30. А клубом поуправлять, это интересно, с точки зрения вообще того, как жизнь складывается. Ну, или хотя бы в его структуре поработать. Я думаю, «Зенит» медийный мы тут еще обсудим не один раз. Я уверен, что… Рандомная тема всплыла, или ты готовил с «Зенитом»? Ну, если честно, мы не готовили. Сева, она очень беспокоит. Она его очень беспокоит. Да, ты что-то как-то очень категорично. Ну, потому что, и мне, честно, меня задевает «Зенит» в профессиональном футболе. Потому что… Чем? Я говорю, что я не фектант и… Сомнение… Нет, почему он это все говорит? Ну, я его понимаю, типа… Я тоже понимаю, но ты понимаешь, тут нету такого, что только черное мы должны видеть. Ну, есть теория, вероятность, что это будет… Нет, я уверен, ты когда в магазин одежды приходишь, почему ты только черное видишь? Вот это что-то изменилось. Накинул на него, и все, он стал переодеваться. Нефр. В шортиках уже там на брохе стоит. Я еще раз говорю, правда в твоих словах частично есть точно, но будет зависеть просто… Будет зависеть, правда, от того, найдется ли там максимально вовлеченный в это идейный вдохновитель. Вот. Например, ты. Нет. Да, но ты в Хидос бы вообще четко влетел. Я как идейный вдохновитель вряд ли вообще где-то… Не знаю, мне кажется, что… Питерский, блядь, такой питерский весь. Окей, давайте дальше двигаться, Вася. Ты еще и на ворот стоять бы мог. Вася, ты соскучился по МКО? Я с ребятами. В плане? Ну, я два матча смотрел на трибунах. Я спускался вчера, я всех поздравил. И вчера, да, кричал, это «Разен петух», ты кричал. Ну, это я заводил, естественно. А вы не видели, кстати? Я тебя тут давил. Я перстю на правую и погнали. Я с ребятами на связи с кем-то общаюсь. А вы не видели в трансляцию, попал момент, я его сам только в трансляции увидел, как после нашей серии «Булитальти» Вася обнимается с Левшуком. Было такое? Да, конечно, не видел. Они прямо обнимаются, как, я не знаю, вот она. А, да, Вася думал, у тебя дети есть, там все дела, ты семейный человек. Ну, потому что ты сейчас хочешь, может быть, подраздуть, что вот. У меня нету, еще раз, да. Конфликта, у меня нету конфликта с Амкалом. Ты, бля, Вася настолько любит Амкал, что он ушел из команды, чтобы они выигрывать начали. Гений вообще. Ну, смотри, тебе не, ну, ты когда вот на это смотришь, тебе же наверняка хочется быть там? Я рядом. С ними. Я рядом, я тут, смотри, если разбираться вдолгу, я надеюсь, что я вот, говорят, там, мне несколько предложений уже было по поводу там зайти в раздевалку. Я говорю, я вот в финале с удовольствием зайду в раздевалку. Никит. А ты зайдешь? Нет, ну там, вот. Я к тому, что я рядышком, ну, зачем? Вот, все хорошо, ребят. Я даже не вижу никакой трагедии в этом. Все идет так, как должно быть. Нет, окей, не трагедия. Просто мы хотим понять развитие тебя дальше. Ты видишь себя еще в Амкале игроком? Когда-нибудь. А, это непонятно. Это нельзя так сказать. Я сейчас локально, вот еще завтра играю за деньги. И в зависимости от ситуации, может быть, еще там, если мы выигрываем, играю, может быть, на следующей неделе. Не уедешь еще? Я уезжаю 28-го числа. Соответственно, я уезжаю на месяц работать, после этого я хочу в отпуск с семьей. Ну, потому что надо так. Все. Это меня нету, по сути, два месяца. Ну, образно говоря. Ну, ты считаешь, что ты все сделал правильно и уходить было время в этот момент? Ну, не прям, может быть, все идеально, но все, значит, так, как должно быть. А что, не так? Да нет, наверное, все так. Всегда в жизни лучший вариант из всех возможных. Вот, допустим, когда я ногу сломал, я переживал. Но, с другой стороны, тогда была возможность перестроить Амкал. И сейчас Амкал – это тот проект, который вот сейчас есть крутые тренеры. Это уже, значит, стоила, моя нога стоила вот того периода времени. Это кайф. Чувствуется некое напряжение между вами? Между кем? Между мной и Федей? Только тобой чувствуется. Ты знаешь, я скажу тебе сразу максимально прям правдиво и честно. Оно могло чувствоваться на первой, может быть, неделе после ухода Васи. Может быть, первой недельки полторы. Вот, и я там был, может быть, не очень, я не понимал Васю вот в этом уходе. И я видел, Вася там накидывал в телеге пару раз чуть-чуть на меня. Ты, наверное, про это тоже хочешь спросить, отвечу легко. А я вчера увидел Васю в перерыве. Он стоял у кого-то. Я так рад был его видеть искренне. Я подошел, мы прям обнялись. И когда ты мне сказал, вот за столом, вернее, не так, вот за столом будет Вася, ты сказал. И я такой, да и супер. Ну, то есть, вообще все отлично. Я не сообщал, как какую-то, я тебе сообщаю все гостей. Если не было, то заход, что вот, Фидос подойдет. Ну, с каким посылом ты сказал? Тебе, наверное, не понравится? Нет, я так не говорил. Ты мне так сказал. Тебе не понравится, конечно, но за столом будет Вася. Вот. И вообще все сухо. Я объясню тогда, потому что... Ну-ка, ну-ка. Ну, потому что был стол, когда ты ушел. Так. Ну, все уже знали, что ты сказал в раздевалке, но этого публично еще нигде не было. И мы тут пытали Фидоса. Ну, он очень аккуратно отвечал за ту историю с Родиной. Так. Я не видел. Ты эту тему объяснял тем, что ты, в принципе, хотел от команды отвести. Ну, слушай, ну, это история... Я говорю еще раз. Вы мыслите локально в том плане, что эмоциональный какой-то контекст имеете в виду. Я мыслю результатом. Результат есть, значит, я сделал все правильно. И тогда сделал все правильно. И сейчас все сделал правильно, потому что есть результат у команды Амкал. Я люблю команду Амкал, я люблю Германа, и есть результат. Каким образом он там со мной или без меня будет? Ну, значит, все хорошо. Я в заявке до сих пор на медиалиге, и, типа, могу сказать, бля, Викторовичу напишу, Викторович, пожалуйста, я хочу с дротами сыграть. Вот прям скажу, я приеду, готов там разрывать, там, дайте мне три минуты времени. Ну, блин, результат есть, все, значит, все хорошо. Ты постоянно акцентируешь на том, что, ну, Герман для тебя друг. Ну, да. У всех возникает логичный вопрос, почему тогда появился тот видос, почему вы все не уладили внутри? Ну, потому что Герман выставил видео после матча с посылом, с тем, что вот только Однобока показал ситуацию. Я с ним, он потом приезжал ко мне, и мы общались. Уже после твоего видоса. Да, вот, о том, что он говорит, я был очень злой на тебя. А какая вторая сторона? М? Какая вторая сторона? Ну, ты говоришь, Однобока, а как он будет выставить еще? Можно было мое мнение по ситуации. Ну, типа, чтобы ты тоже записался в видосе и сказал, ну, понял. То есть, можно было 200, а я же тоже был в этом эпизоде. То есть, они предлагали там, вот, сняться, понял, понял. И я Герману это сказал, и я не смотрел ролик, мне сказала жена. Я не смотрел ролик. Я не смотрел ролик. Вообще никакие. Я медиафутбол вообще не смотрю. Никакой. Я даже в некоторых моментах не в теме. Ну, долгое время. Вася отписался еще от канала всех. Давно отказался. Да, давно отказался. У меня подписка на канал Егорова, значит, я подписан на все каналы. Как только что-то происходит, сразу бам-бам. Федос, а ты как на всю эту ситуацию смотрел? Когда выходили видосы сначала Амкаловский, потом Васи, посты. Слушай, на самом деле... Так Федос в итоге, бля, вообще договорняки их дал ебать? Нет, ну, Федос, понятно. Как он на это смотрел? Здесь момент в том, я не выносил ничего на общественное какое-то там... Никого не хуесосил, не показал. Не знаю, Вася, честно, вот там пост ты такой бахнул про Германа, ну, жесткая тема. Какой пост? Ну, там что-то, вот я тебя другом считал. Это был не пост. А что? Это просто шифровка, а укресе все. Я не записывал никаких постов. Но это просто ситуация была плохая в жизни. Вот, ну, и как бы было несколько дней до, там, ну, образно говоря, смерти тёщи. Ну, было тяжело. Нормально, да, когда человек пинтует, он может на эмоциях что-то бахнуть. Вот, не более того. И меня просто подбила ситуация и объяснила, что Герман вот так преподнес. Я ему говорю, Герман, можно было все равно, как бы, сказать? Он говорит, я горел. Вот и все. Проблем там нет. У Васи действительно был очень сложный период. Вот тот вот, тот момент. Вася объяснил много где, с чем там, что у него происходило и с чем вообще могло быть связано. Такое его излишнее, может быть, излишнее эмоционирование. Герман тоже горел, понимаешь? Тоже, может быть, тоже вот он поступил вот так вот, где-то доверившись каким-то своим эмоциям. Ты понимаешь, да, если бы мы собрали этот стол на следующий день после матча с Родиной, или хотя бы через неделю, после выхода, например, видоса Германа, мы бы, наверное, здесь говорили по-другому. А сейчас это максимально травоядный стол, где я просто могу сказать, что мы пережили этот момент. Просто, знаешь, такая случилась такая история в жизни. Все, мы двигаемся дальше. Сейчас ни у кого, ни на кого, я уверен, вообще никаких обид нет. Все, знаешь, такие максимально дружные. Что касается того, что ты говоришь полнейшую хуйню, я искренне скажу, что ты говоришь полнейшую хуйню. Я не знаю, сколько еще надо, наверное, написать каждому вообще из амкаловцев, что тогда происходило. И вот даже Райзен был тоже участником того матча, и Райзен, у которого там, может быть, есть не самые теплые чувства к амкалу. Я думаю, помню, как тогда все это обсуждалось, и как больно это воспринималось, и как после неких разбирательств стало ясно, что действительно, если и было какое-то указание, чтобы этот матч заканчивался там ничего или еще как-то, то амкал на это не шел. Амкал на это не соглашался, и результат здесь, если, и я не знаю, я говорю именно если, если и мог кто-то делать, то делалось без участия амкала и каких-то его игроков. У меня здесь вопросы, я не знаю, странно ты для меня вещи говоришь. Я тогда помню прекрасно тот матч, я-то вообще ездил в влоги, снимал как бы, и понимал прекрасно, что при должном желании вы бы тот состав Саранска бы ушатали, типа, вы там явно не на результат играли. Не знаю, Райзен, но видишь, у меня здесь совершенно другое мнение. Я даже не хочу, я просто не хочу сейчас накидывать никакого дерьма, не собираюсь эту тему поднимать, потому что для меня это вообще не принципиальная история была. Я знаю, что у них там была жесткая мощня, я себя не чувствовал там, человеком, который много в команде времени пробыл, чтобы там что-то говорить или качать, мне там сказали выйти, я вообще на это поле выходить в жизни не хотел бы. Я хотел влоги записать, мне было прикольно в коллективе находиться, там куча приятных. Ты правда говоришь? Тебе вообще было насрать, тебе не хотелось выйти на поле, ты не испытывал радости, что ты забил этот гол, скажи мне. Гол прикольно было, конечно, я на рандоме вышел на последней минуте, но я тебе могу сказать честно, я никогда не просил меня выпускать в специальном поле, никогда этого не было. Не просил. Если бы меня не выпустили, я бы вообще не расстроился. Так речь-то не об этом. Смотри, тут вопрос в том, что многие игроки тогда не знали, что сценарий этого матча, грубо говоря, будет выравниваться в ту сторону, чтобы был результат, устраивающий две стороны. А кто-то знал? А кто-то знал. Я считаю, либо... Это не называется недоговорняк, либо я лично ничего не знал. Я могу быть не в теме или не в курсе, по имеющимся у меня данным, никто из игроков Амкала не знал, что этот матч должен закончиться с определенным счетом. Ну, а я вот считаю то, что это полная неправда. Ты считаешь так? Да, я считаю. Или у тебя есть какие-то факты? Ну, какие факты? Он был внутри. Да, у него был... Значит, должны быть какие-то факты. Совокупность всех разговоров, которые я слышал в ту ночь, и тем более подбуханных людей, мне говорят об обратном. Но мне что сейчас сидеть, блин, и орать то, что это был договорняк, для меня это не принципиальная история. Это была обычная какая-то хрень, где решили сыграть матч, который устроит две стороны, потому что охренеть вывеска, там, стадион, мэр, не мэр и прочее. А для меня это как раз таки... Сейчас, Вася, а для меня как раз таки эта история максимально принципиальная. И поэтому я так и в телеге у себя включился, и сейчас готов в это включаться. Для меня важно знать, что главные люди в моей команде, в Амкале, не знали о том, что где-то откуда-то сверху кто-то договорился, что этот матч должен закончиться в ничью. И я полную уверенность в том, что ни Герман, ни Сибыч, ни кто-либо еще из вышестоящего руководства, из главных пацанов в Амкале, я получил уверенность для себя, что никто из них об этом не знал. Это для меня самое важное. Что-то ты их умыляешься. Ну, просто... Федь, если ты получил, и ты спишь спокойно, значит, это самое главное. Просто я думаю, что и ты тоже так не думаешь. Это похоже на какие-то вбросы просто сейчас, чтобы... На какие вбросы? Подожди. Я тебе конкретно могу сказать. Я считаю, что тогда сценарий матча был поставлен таким образом, чтобы результат тот получился, какой получился. Говори текстом прямым. То есть тренеры специально выпускали более слабых футболистов, чтобы... Ну, договоренность была определенная. Конечно, я не знаю вообще, типа, Амкал там явно не на победу играл. Ты сейчас... Это к Иванычу, да? Типа Иваныч... Ну, и говорю, типа, тогда явно... Ну, и тренер же... Смотри, если вы это назвали шоу-матчем, и у вас была договоренность, что там, типа, будут рофло-составы играть, про это речь идет. Это шоу-матч, в котором играет... У нас всегда во всех матчах раньше мы пытались дать сыграть всем. Хорошо, объяснили. Всегда пытались дать сыграть всем, но при этом хотели выиграть в каждом матче. Так, на этом строился всегда Амкал. Дать сыграть всем и постараться этот матч выиграть. За это Амкал и любили. И когда вы скидываете какие-то нарезки, так у нас там, ну, какой состав? Посмотрите, какой состав у нас там играет. Конечно, там люди не бегут где-то, не добегают, где-то по футбольному неправильно действуют. Да, это так. Но при этом, ну, вот ты сейчас говоришь, что, получается, специально выпускался какой-то состав. И как ты говоришь, что тренерский штаб? Я не говорю, что тренерский штаб. Я говорю, что ряд игроков был в курсе, что это шоу-матч. А ряд игроков был не в курсе, что это шоу-матч. Например, Дима Егоров, который меня просто нахуй послал, когда я на поле вышел. Типа для него было принципиально выигрывать. Это шоу-матч, в котором мы хотели победить. Все хорошо. Так, а подожди, а, ну, в чем, как бы, подобрел? Смотри, я тебе объясню. Я понял, что Ильхан там что-то написал. Это я понял. Смотрите, я вам сейчас объясню, в чем логика. АМКА условно ездил на все свои матчи, ну, там, пытаясь выиграть. Для них это было принципиально важно. Они все готовились, ставры там готовились, они еще тогда играли. Все, они играют в футбол по-настоящему, по-серьезски. Типа, они думают, что тренер делает оптимальные замены для того, чтобы добиться результата. Но делает замены, чтобы дать всем сыграть. А потом вдруг так произошло, что потом бам, и у людей возникли вопросы относительно того, как этот матч был сыгран. Притом вообще не у меня, потому что я вообще, типа, не понимал, что там играют, играют. Ну, там, у людей, которые после матча обсуждали всю эту тему. Ну, это, типа, Егоров, Фидос, да? У меня были вопросы тогда. Да, Ильхана, Ильхана, там все они говорят, типа, и что это было за дерьмо, типа, сейчас? Потому что все заподозрили, что как будто бы сыграли странный для себя матч. Сейчас, Федь, подожди, я договорю. У Феди возникло такое же ощущение после нашего матча 2-2. Ты помнишь его, наверное, да, когда мы бей-беги откинули чисто случайно? У тебя же такое же было, да, ощущение? Ну, ты говорил так. Ну, ты понимаешь, что, да? Ну, ты думал, между двумя командами договор? Нет. Ты думал, что с судьей, возможно, есть какой-то договор? Нет, ну, какая разница, с кем-то, али есть договоренность. Не так, я объясню. Мы уходим от Саранска? Тогда я могу на эту вашу сторону. Значит, что касается прошлогоднего матча... Сарански, Ригит тема была. Прошлогоднего матча 2-2, МКС. МКС, значит, последний матч в группе. Если Амкал Тудрот сыграет ничью, то бей-беги вылетают, и Амкал Тудрот проходит дальше. Матч за камер... На последних минутах ставится пенальти в ворота Тудрот. Амкал сравняет счет, и судья сразу после этого, не добавляя ни секунды, свистит свисток. Я сказал такую фразу. Я ни на кого не думал, и до сих пор, естественно, ни на кого, и даже тогда я ни на кого не думал. Как я сказал эту фразу? Я себя чувствую участником договорника. Хоть я и на поле даже туда не выходил. Я не говорил, что кто-то, одна команда сдавала матч, вторая или вторая команда сдавала матч. Или даже я не имел в виду, что судья как-то подсудил. Просто этот матч со стороны выглядел как странный матч. Выглядел как странный матч. Идеальный исход. Да, сейчас, секунду. Идеальный исход. Мало того, помимо идеального исхода, еще и ничего не добавлено после игры. Уже потом, когда прошло какое-то время, мне объяснили, что оказывается, там была история в том, что тренер Тудроц вроде как говорил, что я уведу команду с поля, и поэтому арбитр свистнул свисток, чтобы этот матч не закончился досрочно, чтобы потом не было разбирательств, чтобы вдруг не было каких-то технических побед и технических поражений и так далее. И тогда стало логично, и тогда стало логично, почему судья свистнул свисток. Но мои первые эмоции после того 2-2, и не только у меня такие эмоции возникли, а у других зрителей, которые смотрели эту игру, они были такие, блин, но это выглядит как странный матч. Да, но никто из зрителей не думал, ой, что-то Тудроц, типа, как-то, блядь, не в полную силу играет. Нет, нет, на самом деле, я вам больше скажу, люди, которые сидят за медиафутболом, в полное уверенность, что Шаюн специально вчера не попал в амор. Да, это да. А какое ощущение в Саранске было? В Саранске не понимаешь, что такое шея было. В чем прикол? Это разные вещи. Нет, подожди, не, подожди. Хорошо. Ну, уже начал. У всех странное стечение обстоятельств. Матч заканчивается, и Блатов, по-моему, Сибска, на Чужой, ну, Герман, естественно, они едут к Губеру там на какое-то, это, там, у них, я не знаю, какое-то мероприятие было. Ой, я тебе расскажу, как это. Мы приезжаем в Казахстан. Прокоп, Майк, там, еще кто-то. Тоже едут к каким-то чувакам на какие-то ужины. И это, ну, типа, это же нормальность. После матча, вот они уезжают. Они доездили, и после кто-то в Казахстане, по-моему, кто-то ездил. Они уезжают, я возвращаюсь в отель, и игроки начинают, типа, говорить, что сейчас за херня была, типа. Ну, что это за матч был? Ну, а чем это, почему, я не понимаю. Ну, потому что они, вот, ну... Потому что арбитр, главный арбитр этого матча, то показывал, что, ну, он поставил парочку левых пенок. Он поставил парочку левых пенок. Мало того, он поставил секунду. Вопрос, допустим, Мальхана был не в этом, а в том, как игроки на поле играли, блядь. Вот с этим вопросом Мальхана я не согласен. Вот с этим вопросом Мальхана я не согласен. Он ставит пенальти, которого не было. В кого ворота? Ворота. Мы горим 5-6, и он ставит в ворота местных, местной команды, для того, чтобы выходит райзен, забивает, чтобы матч заканчивался в ничью. И даже ничего в этом нет такого. Ну, ладно, ну, судья решил. Ну, судья решил. Садина Сударенко. Ну, судья решил сделать такое шоу. Все, ладно, ничего. Ну, решил судья и решил. У меня нет вопросов. Ну, такой матч организовали. Принимающая сторона там может быть... А игроки, по правду, матчи не делали? Нет, на мой взгляд, нет. Но когда я стал от кого-то слышать о том, что этот матч заранее... Я правда не помню, да, от кого именно. О том, что этот матч заранее должен был так закончиться, и об этом была какая-то договоренность, там, не знаю, с игроками Амкала, тут, конечно, я немножко выбесился. Как потом меня уверил Герман, и я вот, ну, реально, пообщавшись со всеми, такого не было. Потому что, если бы я узнал, что в Амкале знали о том, что этот матч должен закончиться в ничью, и на эту ничью играли, я клянусь вам, в тот же вечер, на следующий же день, меня в Амкале бы не было. И когда я написал об этом Герману, что... Гер, ну, блин, я в таком Амкале просто не хочу быть. Герман видел, насколько серьезно я был. Нет, а в чем момент-то? Я понимаю, когда профессионалы играют на результат, и где-то кто-то что-то... То есть для чего? Ну, вот заработали что-то на этом или что? Нет, чтобы... Чтобы что? Чтобы, ну, типа, это может выглядеть так, чтобы не обидеть там местных, например. Вот местные вас принимают, может быть, тогда, я не знаю, может быть, местные оплачивали, может быть, перелет, может быть, отель, может быть, еще что-то. Поэтому давайте сыграем вот такой шоу-матч и так далее. Слушай, странно. Вот, вот для чего это может делаться. Короче говоря, такие шоу-матчи, они возможны, но если эта инициатива идет... Ты так много говоришь, и ты так ярко это делаешь, но ты сам все прекрасно понимаешь. Можешь доказывать кому угодно. Тебе все равно поддержит аудитория. Большое количество их фанатов скажут окей. Но такое количество совпадений и внутри этой атмосферы, и то, что обсуждалось, оно мне говорит об обратном. Можешь мне 200 раз что угодно доказывать, хотя бы на полиграф приведи их, посади, и пусть они скажут. Это ничего не стоит. Ну, там, 20 тысяч рублей потратят. Если все так, как оно есть, вообще не вопрос. И сам сядешь. А мне какие темы обсуждать на полиграфе? Что ты договорняк играл? Ну, да. Ну, да. Блин, ты гол забился. В этом матче нормально, нет? Окей, давайте дальше. Неки-то гиперуверенная победа на классе. Как это ощущалось внутри? Скажу так, что даже когда приехал на стадион, я вот наконец-то почувствовал это чувство внутри. Когда ты чуть-чуть волнуешься, ты чувствуешь энергетику, ты смотришь на всех ребят, у всех взгляд такой супер настроенный. Я понял, блядь, вот, все-таки групповой этап и плей-офф для нашей команды это уже совершенно две разные стадии. И тут мы точно сейчас включимся на 100%. Я это чувствовал, когда там речь говорил. Я чувствовал, как бровка стоит весь матч. И я рад, что эти чувства привели к тому, что Боря забил ебанутый гол, что потом Стиль убежал в контратаку. И второй тайм мы играли в целом по счету. Где-то, конечно, чуть-чуть лишнего дали сделать десятки, но ту энергию, которую я чувствовал, ту и получил. Давай тезис на несколько вопросов. У вас сейчас с учетом МКС собралось очень-очень много футболистов. Кажется, что вот вся обойма, это уже там сколько человек, 40? Или сколько, 37? Ну, что-то очень большое. То есть явный перегруз. Как это будет происходить? То есть вы будете чистить, вы будете отказываться от кого-то из старичков? Или вот те, кто пришли на МКС, они чисто на МКС? Ну, смотри, ну, точно уже можно сказать, что Матадор, Бирюк и... Нет, Комис он ушел из Титана, поэтому, возможно... А, я думал, ты перечисляешь тех, кого забыл. Нет, нет, нет. Точно уже. Три игрока в аренде 100%. Матадор, Васиченко и Бирюк. Да, как бы они вернут свои команды. Точно. Вы не будете пытаться их захатить, даже если вот они суперрезультат покажут. Нет, ну, смотри, если условно подойдет Бирюк и скажет, блядь, пацаны, вот мне так у вас нравится, я так хочу остаться, что мы скажем, нет, блядь, ты, типа, в аренде? Скажем, ну, разговаривай с Титаном, если все получается, то мы тебе будем рады. Опять-таки, ему надо еще хороший турнир провести. Например... Вы бы готовы были заплатить за Бирюка? Деньги? Да. Кому? Ну, вот вам говорят, допустим, вам говорят Титан, окей, мы отпускаем Бирюка, у него есть отступные там, я не знаю, какое-то количество. Ну, к примеру. А какие отступные? Ну, вот они говорят, у нас контракты прописаны. А контракты у Кутуза тоже были отступные. Он захотел уйти. Да, у нас тут медиа прикольная. Мне кажется, прикол в том, что если игрок хочет уходить, то он уходит. Зачем тут отступные прописывать? Нет, ну, у нас отступные были для профклубов, да? Что-то такое. Ну, и... Так это так же не сработает. Человек захочет уйти и уйдет. Но это значит, что ты можешь дальше уже идти с этим документом, который Кутуз подписал, в суд, подавать. Ну, это, типа, намного не имеют. Не имеют, да, ты никак не сможешь. Когда вы потеряете фортуну? Я так понимаю, что он поедет точно на просмотр команды ФНЛ, КАМАЗ. Когда это произойдет? Сегодня у нас что? Мне кажется, он уже уехал. То есть его не будет на МКС? На МКС он бы и так не играл. Он же... Потому что у вас ротация? Да, потому что у нас ротация. А в полуфинале он сыграет? Есть вероятно, что нет. Потому что будет там, и, соответственно, насколько это просмотр, вы не знаете пока? Вообще не понимаю. А почему Мана не уехал? Куда? Ну, вообще, в целом, почему как-то, первый матч, мне кажется, Мана гораздо ярче смотрелся, нет? Я не знаю. Артун просто, по сути, агент толкает, я решуку. Ну да, там уже связи какие-то должны быть. Ну, а вы, тебе не интересно, допустим, Ману куда-то помочь? Мне кажется, мне кажется, мне интереснее, чтобы он за них играл, как можно больше. смотри, у Бори, Мана ушел из ФНЛ, и он такой, бля, я тут кайфую, мне тут прям нравится. Конечно, после матча с ССК у него пошли там мысли, что, но мне кажется, потом он подуспокоился, и хочет, судроц, тут, делать историю, ему нравится играть в медиалиге, нравится выигрывать кубки, а у Бори, то есть он даже там, телеграм не создает, потому что он чисто направлен, у него есть мечта, играть про футболь. Если у человека есть мечта, то мы не собираемся его вот так вот держать и говорить, нет, ты будешь тут несчастлив, но играть только у нас. То есть все зависит от искреннего человеческого желания. Если у Маны оно будет попробовать себя про футболе, ну, так же мы можем только пожелать удачи и как-то ему помочь. Ну, ваш новичок выдал такой хорошенький инсайт, Бирюк, про то, что, ну, он сказал про то, что, типа, это все мулька, и Краб постоянно опаздывает. Вообще, когда я пришел на первую треню, его даже не было. Ну, вот удивительно, как... Потом он, правда, как бы немножко расписал ситуацию, что это было после первой тренировки, но это не менее. Конечно, это немножко как-то странно, знаешь, вот особенно, когда видишь только отрывок, а не весь вот этот контекст. Я знаю, что Краб был у стоматолога 100%, вот один раз. Так, если Викторович не звонил и, знаешь, не говорил ничего, значит, ну, у них есть определенная договоренность. Если, знаешь, Викторовичу не нравится, когда люди говорят, что, вот, я приду, на тренировку ставлю плюс, а потом на следующий день они там не приходят или опаздывают. А если Гудай, например, тоже скажет, позвони Викторовичу, я задержался, мне надо было ребенка отвезти в школу, я опоздаю на 10 минут, он скажет, хорошо, спасибо, Денис, что ты предупредил. И, знаешь, это более уважительное отношение, нежели, когда человек просто похуистически такой прибегает, блядь, я там... Короче, этого не было. Что именно? ситуация, чтобы Краб опаздывал на трение и чтобы... Ну, то есть, смотри, просто берю, когда я это сказал, это начало выглядеть так, что вы просто внутри договорились, а по факту... Я говорю, но если Викторович не звонил и ничего не предъявлял, то значит... Первый, кто об этом скажет, еще кому-нибудь тебе, в комментариях. Но ты на трение не гоняешь сейчас. Иногда гоняю, иногда нет. Но редко. Ну, мне кажется, на каждую. Ну, типа ты сам не видишь эту ситуацию. На каждую. Но на которых я был, там, блядь, Краб был вовремя. Ну, некий, сам, возможно, опаздывал. На сбор 100%. Краба отпустите. Куда? Подарите ему носок. Ну, просто пусть человек идет. Он же играть не будет у вас. Он же сам, наверное, не хочет. Нет, так, ну, ты не сговорил с ним, что годы идут, а играть он точно уже не будет у вас. Ему как самому? Нет, просто с точки зрения человеческой. Увы, ты его вот возрастил вот с такого возраста, ну, с маленького. Ну, типа отпустить условно в дружину, играй в дружине? Ну, нет. Десятки, или, ну, любой другой командир. Ну, ты же понимаешь, что играть ему точно не дадут времени? Фух. Как у меня? Нет, ну, я просто спрашиваю. Как мне кажется, что при должном отношении Краба, ну, это, ты говорил уже год назад, уже ничего не меняется, уровень растет, а у Краба... Ну, он может изменить, у него есть талант, у него и есть до сих пор. Он выходит, ну, там, сошь в десятку, он хорошо вышел, он создал сразу два голевых момента, мог забивать. Я думаю, здесь просто все от головы идет, что ему в целом, ну, он такой более на похуях, для него это не самое главное, чтобы заиграть. А если он именно включится, этого захочет, может, у него позднее взросление, и он в 25-26 включится и станет звездой. А в чем выгода вот ваших взаимоотношений? Ну, я к тому, что сейчас что дает вам Краб? Или вы ему что даете? Ну, почему вы еще вот держитесь друг за друга? Для меня это история просто как воспитанника команды. И не всегда он должен давать какую-то выгоду нам, чтобы мы продолжали его любить. И также, наверное, не всегда мы ему должны давать выгоду, чтобы он говорил, что я хочу только играть за троц. Просто это какие-то... когда он таким приходит, взрослеет на твоих глазах, не хочешь, чтобы такой игрок, такой человек покидал команду со всеми его косяками. Я к нему отлично отношусь, как к некоему такому, не знаю, младшему брату. Полтора месяца назад он был максимально близок к Кику. Он изменился за эти полтора месяца? Ты не видишь у него проблем с режимом? Он перестал тусить? Или это продолжается? Ну, блядь, если учесть, наверное, что он опоздал на поезд, блядь, на полуфинальный матч, то, наверное, можно сказать, что вряд ли глобальные изменения есть. Но я точно знаю, что вот когда эта вся ситуация началась, там был месяц-полтора, где вот он прям жестко включился, он прибавил по-футбольному, его Викторович хвалил, и у него пошел некий, так сказать, не спуск вниз, не регресс, а прогресс. Короче, подрасслабился он сейчас опять, да? Ненадолго, да? Ну, он некит. Ну, ты же это имеешь в виду. Ненадолго его хватило. Давайте последнюю тему. МКС, МФЛ, очень плотно, ну, прям буквально каждый день что-то происходит. Вам как в таком ритме жить? Я кайфую. Мне пиздец нравится. Много матчей, матчи – это самые большие эмоции. Ну, ты изначально был один из противников тоже, сдвоение турниров. Да, ну, потому, ну, братан, ну, мы опять-таки, как? Второго состава-то не было еще? Как менеджеры. Мы подошли к этому грамотно. Тупо взяли еще один состав? Ну, не еще один. А как? Ну, ротацию игроков взяли и все. У вас десятка, по сути, играл вообще другой. Ну, два матча, два разных состава. Подожди, ну, там же фамилии сзади на майках были одинаковые, нет? Слушай, а что? А почему ты как будто предъявляешь за это? Ну, это не претензия же. Нет, я просто говорю про то, что у некита было до этого ощущение, что будет тяжело, и он не понимал, зачем это, а сейчас он говорит, что я... Это для игроков это тяжело. Типа для нас, что мы такие смотрим на бровки матч и переживаем, это... У тебя у самого перенасыщение эмоций, нет? Я люблю это дело. У Амкала и Броков был просто сумасшедший эмоциональный матч, и я не понимаю, как им послезавтра уже опять... Я с самого утра сегодня прямо думаю уже реально о том, как я уже хочу выйти на эту игру, и как мне хочется еще раз обыграть Броков, чтобы доказать, что это было, ну, действительно, что все закономерно. Вот я с сегодняшнего утра живу с этой мыслью. Я думаю никому и доказывать не надо, там все закономерно. Знаешь, он страдает тут, но внутри он кайфует. Он без этого не может в любом случае. Я честно скажу, я тоже вообще благодарен судьбе, что все равно так получилось. Я иногда тельтую за то, что я стал блогером, это унизительное дерьмо, конечно. Но все равно ты понимаешь, что спектр эмоций, которые ты можешь переживать, реально вот, ну, там, вовлеченным быть в команду, когда ты можешь там какие-то решения принимать, все-таки президенты. Это охренеть, какой кайф. Ты на поле можешь очень сильно расстроиться. Очень сильно. Но и обрадоваться ты можешь, наверное, так, как ни одна другая вещь тебя не обрадует. Вот эти победы, когда у тебя игроки что-то делают. И вот как раз некий сказал про Крапа. Тут все не только в каких-то взаимовыгодных отношениях. Просто ты уже чувствуешь его родным. У меня такие игроки тоже в составе есть, с которыми мы с первого сезона. И тот же Серега Шуенов для меня родной игрок. Потому что мы с ним через столько дерьмо реально прошли. И, может быть, мы ничего не выиграли, но эмоции мы друг другу кучу подарили. И этот промах тоже был. Одно из них. А, кстати, история про Серегу Шуенову. Еще спрошу. Вот та штука про то, что он дал леща какому-то парню. Я просто опубликовал это у себя в телеге, когда об этом рассказал чувак на улице. И там, ну, по сути, я так и написал. Типа, если это правда, то, что мне рассказал чувак, то это какой-то пиздец. И в целом проверить, правда это или не правда, можно было только получив или не получив опровержение от команды Броу Бойс. Да. Опровержения не было. То есть такая ситуация действительно была. Ну, честно сказать, я Серега на этот счет не общался. Я вчера видел твой пост, но я посчитал правильную, приличную встречу. У нас завтра будет тренировка. Узнать все обстоятельства произошедшего. Окей. Ну, тогда просто, да, пока, наверное, нет смысла рассуждать и что-то мусолить. Пока... Ну, к этой теме мы вернемся, думаю. Но Егоров сказал, что он бы сейчас наги пизданул. Вот это, ну, это... Нет. Ты что? Нет. Это так Тига сегодня сказал на тренировке, на деньгу. Ну, это понятно, но... Тига нормально у вас снился? Ну, он двигается. Я просто видел в комментах и у себя, и во всех каналах, где были репосты этого поста, очень много каких-то одобрительных... Что это нормально, я бы еще ему там поддал бы. Что, да, что, мол, да это провокация, да все нормально, да раз не научили пацана, да все как бы по делу, да так и надо. Ну, то есть, я и писал этот пост с подачей, что чувак спровоцировал, и Серега ответил именно на провокацию. И чувак, вот этот Марк, который так сделал, конечно, не прав. Конечно, там, не прав. Но это была неудачная шутка. Ну, это вновь возвращение, кстати, именно с тем же составом. Возвращение к вопросу рукоприкладства, мне кажется, что в любой... Да нет, ну вот я говорю, да, да, Камил Гаджи. Что в любой ситуации... Для людей это нормально. Любой ситуации. Ты не понял это еще на прошлом МКС? Не на МКС. На прошлом МКС и команда Брокбольса. Подножку подставили, прикинь, вспоминай это. Нет, так а чего? Это тоже рукоприкладство было. Подножку подставить можно. У меня тоже, извини, меня хотел убить там Джидан, чуть не застрелил меня ногой. Ну, подожди, хотел и... Ну, он не попал, но у него намерения же были. Если ты в человеках странишь с пистолета, что ты думаешь, что не посадил? Подожди, стой. Ну, вообще после матча было много претензий от Броков, то, что Амкал стал токсичным. Ну, там они бегали, там кричали. То, что там Ильвшук что-то вкидывал, и Валех что-то вкидывал. Валех, это вообще как бы СММ. Да, подожди. Подожди. это важный футбол. Подожди. Подожди. Вкидывал именно как как бы... Как не влажный? Амкал. Гадости там. Хэпэ, мэблин, там болельщикам, я думаю... Давайте отмотаем. Последний раз, когда Брок Бойсу выиграли Амкал, вспомните действия Райзена. Ой, что было там и вправду. Ну-ка, что там было? Ты не помнишь? Что было? Как ты подбегал к трибуне, подбегал к нам, вот так вот, круг делал почета. Не было после пенальти такого? Бам, у нас некий там такая ночь не раз была, что я все забыл. Нет, подожди. Вот этой ситуации не было? Правда. Факи показывал. Было, что Райзена... Да было, елки-палки. Я сейчас что говорю, Валех, ох ты, блин, мерзавец, ема. Вы какие негодяи, Амкал. Что ты думаешь, я не понимаю, что было, при себе выиграли? Вот, все нормально, елки-палки. Ну да, действительно. Я хотел от тебя эти фалалы Там этот фикус бегает, бедолага, блин, аж чуть в папоротник превратился от радости. Ну пусть что бегает, выиграл, заслужил, молодцы, могу поздравить, поздравляю. С победой? С победой, спасибо большое. Поэтому, ну ничего, ноль претензий. Но на провокации не надо вестись. Но, я вам скажу, будучи медиафутболистом, как бы тебя не провоцировали, а провоцировать будут всегда, везде, как бы тебя не провоцировали, ты должен научиться сдерживать себя плюс-минус в любой ситуации. Мы вообще, ни в коем, вообще страшно переходить в конфликтацию именно физическую между игроками или участниками процесса, но вот фанатов трогать мы тоже, ребята, вообще точно не можем. И, как бы, Серега, на этот счет я поговорю, знаю все обстоятельства, как это было. То, что тип повел себя максимально мерзко, это факт. Но ты должен выше всего этого стоять, потому что ты человек, который по факту в этом театре играет роль. Он всегда будет наблюдателем. И он тебе не должен обидеть. И тем более, у тебя есть миллион разных обидных слов, которые ты можешь сказать. Сказал бы там, что у тебя команда, которую ты поддерживаешь, говно, блин, там как-нибудь. Что за команда? А он уже за блокбой сболел. Он, походу, понял курсы юмора на ТНП. Ну, скажем так, именно, если глобально говорить, то прям хочется тебе еще раз руку пожать. Спасибо. С победой. С поражением ты хотел сказать. Это твое мнение по договорняку. Да, ну, конечно, я правду говорю, он знает мне начинать. Договорняка не было, давай, не хочу. Самое главное, там может чуть ли не больше всех, блин. Это, понял, такая тайна, короче, которая остается только вот. Илья Ханчук, голевым пасом, да? Илья Ханчук, как у тебя? Я даже, я, кстати, про это дерьмо вообще забыл. Для меня это, типа, как ОК история была. все плохое забывается. Согласен. И заканчивается наша прога. Спасибо, пацаны, что пришли. Надеюсь. Зарунили тебя выпуск. Следующий понедельник мы тоже соберемся, успеем все вернуться из Казани. Почти все. А чем ты за руки нас взял? Ну, я не знаю. Я взял, я думал, что ты так модно шутишь, блин. Что? Ты мерзким человеком становишься, села. Объяснилось. С каждым выпуском я это чувствую все больше и больше. Ты знаешь, ты не надо бы поддержать, типа сказать, дружище, не останавливайся на своем пути. Вы молодцы, что вы там третья сила в этом просто противостоянии. А что случилось-то? Не, набазарил ты дохуя. Братан. Когда 6 матчей уже без поражения, ты уже думал, все, блин. Я что, базарил? Я наоборот, каждому интервью говорил, ребята, тренируемся. Да ты же помнишь, там были видосы, все, вот в этом году мы сейчас точно всех выем и уничтожим. Где эти видосы? А можно наездку делать из прошлого и сопоставить. Не надо из этого делать какую-то трагедию. Потому что, я не помню, с кем вы вчера говорили, по-моему, с Васей или не с Васей, то, что, ну, по сути, медийный сезон это фестиваль, где каждый должен себя показать и спортивный результат, и главный. Я из этого трагедию не делаю. Я недавно 60 тысяч долларов выкинул бы, или у меня украли, и как бы для меня уже пробовали. Ну, как бы вот так вот. Типа как мы узнали, что это большая сумма для райсена. Да, поэтому как бы неприятные обстоятельства у меня в этом месте многие произошли. 5,5 миллионов рублей по моему подсчету. Но если на 70, сейчас уже может быть. Какие 70? Сейчас 85. Ты где живешь? Мы что, записываем эту программу в 2020-м? Блядь, он все спалил. Это просто консьерв. Спасибо. Надеюсь, через неделю успеем реально доехать из Казани, потому что билеты там очень неудобные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова